МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале ТУВА-24 в студии Чинчей Кашпакол. И сегодня выпуски. В Верховном хурале ТУВА состоялось первое очередное заседание депутатского корпуса. В Кызыле пройдет второй строительный форум Республики ТУВА. В регионе стартовал 6-й республиканский военно-патриотический сбор. 22 сентября стартует 62-я российская археолого-этнографическая студенческая конференция. А теперь об этом и не только. Более подробно. В Верховном хурале ТУВА состоялось очередное заседание депутатов под председательством руководителя регионального парламента Канула Дава. Кроме того, в совещании приняли участие представители надзорных органов региона. Всего было рассмотрено более 30 вопросов, включенных в повестку дня. Какие проекты утвердил депутатский корпус, узнавала Инна Клоян. На повестке дня обсудили немало пунктов по внесению изменений в законы Республики. Одним из них стал законопроект об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Республике. В частности, новым проектом закона уточняются поправки в нормативно-правовой акт о пассажироперевозках. Решение об изменении вида регулярных перевозок применяется для позднее, чем за 180 дней до дня окончания срока, на который представлено свидетельство об осуществлении перевозок по нерегулированным тарифам о осуществлении перевозок муниципальным маршрутом или регулярных перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок. Существует в силу по окончанию данного срока, если в меньший срок не согласован с юридическим лицом, индивидуальным принимателем или полномоченным участником. Также депутаты рассмотрели вопрос об организации и осуществлении мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, включая создание специализированных организаций для оказания помощи указанным лицам. Данный проект был поддержан всеми участниками заседания. Рассмотрели также и проект об отдельных вопросах в сфере ресоциализации лиц, отбывающие уголовное наказание в виде лишения свободы или подтверждивающиеся иным мерам уголовно-правового характера на территории республики. Проект был разработан прокуратурой совместно с правительством ТОВЫ. Законопроект направлен не только на профилактику правонарушений в целом в республике, но также данный законопроект имеет социальную направленность, поскольку данная категория лиц будет социально интегрироваться в настоящую жизнь, в жизнь нашей республики. Предусмотрен ряд мероприятий. Основные из них, конечно же, это социальное правовое консультирование. Мы будем помогать им, например, восстанавливать документы, которые у них были утрачены в связи с тем, что они, например, отбывали наказание лишения свободы, или помогать им восстанавливать жилища. На заседании были рассмотрены иные вопросы по внесению изменений в законы республики ТВА. Инна Клоян, Буяна Юна, Заматачур, телеканал ТОВА24. 27 сентября в 19.00 состоится большая пресс-конференция главы республики ТВА Владислава Хавалыга. Прямую трансляцию встреч с журналистами будет осуществлять телеканал ТОВА24 на странице главы региона в социальной сети ВКонтакте. Не пропустите. Формирование у молодежи высокого патриотического сознания и возвышенного чувства верности к своему отечеству – одна из первоочередных задач государства. На базе центра «Авангард» стартовал 6-й республиканский военно-патриотический сбор. На открытии мероприятия побывал Сайген Бюрбю. По условиям мероприятия к участию в сборе допускаются старшеклассники и студенты СУЗов республики, в том числе и состоящие на различных профилактических учетах. Афоризм чешского педагога-гуманиста Яна Амоса Каменского сегодня актуален как никогда. Есть дети с острым умом и любознательные, но дикие и упрямые. Таких обычно ненавидят в школах и почти всегда считают безнадежными. Между тем из них обыкновенно выходят великие люди, если только воспитать их надлежащим образом. В каждом парне, который стоит в этом строю, есть большой потенциал. Главное – направить его в правильное русло. Республиканский военно-патриотический сбор допризывной молодежи «Тува территория мужества» проводится в целях военно-патриотического воспитания, профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа жизни. Данное мероприятие начали проводить с 2016 года на базе детско-здоровительного лагеря «Бельбей» в Кахемском кожуне. Заявки на участие в мероприятии подали 9 команд, каждая из которых насчитывает по 7 участников. Заезд команд начался 20 сентября. Всего в сборах принимает участие более 60 парней. Приехал я со своими одноклассниками, которые долгое время вместе готовились. С 5 класса мы все вместе находимся в юной армии. В всяких мероприятиях мы не впервые, поэтому мы довольно подготовлены. Сбор проводится в рамках программ, направленных на патриотическое воспитание граждан, в том числе и в молодежной политике. Сегодняшняя военно-патриотическое сбор для допризывной молодежи проводится в рамках исполнения мероприятий в государственном программе развития системы государственной молодежной политики на 2022-2024 годы. В целях реализации данной госпрограммы ежегодно будем проводить данные сборы. И в этом году впервые мы проводим на базе военно-патриотического центра молодежи «Авангард». С приветственной речью перед участниками выступила первый заместитель министра образования ТУВЫ Ирина Сарагашева. Уверена, что вы будете достойными воспитанниками центра «Авангард», и все, чему вы научитесь, обязательно пригодится вам в дальнейшей вашей жизни, какой бы профессиональный путь вы не выбрали. Мы верим в то, что вы будете достойными представителями нашей республики и защитниками России. В рамках сбора представителями силовых структур и республиканского военкомата для ребят будут проведены учебно-методические занятия по начальной военной подготовке, оказанию первой медицинской помощи, огневой и строевой подготовке. Каждому юноше, это признанной молодежи, будут вручать удостоверение курс молодого бойца, что они прошли. В объеме 22 часов будут проводить, и каждому участнику будут выдаваться значки, футболки, ну, в общем, такие вот памятные призы тоже. Военно-патриотический сбор завершится 23 сентября, по итогам которого участники мероприятия получат бесценный опыт, а самое главное – чувство командного духа. При поддержке республиканского правительства с 22 по 24 сентября состоится 62-я российская археологическая этнографическая студенческая конференция. В столицу уже начали прибывать участники. Первым делом они ознакомились с историей и культурой Тувы. Алденкыс Буян продолжит тему. В Национальном музее республики принимают первых гостей. Российская археологическая этнографическая студенческая конференция начнется 22 сентября. Проведение секции планируется в Национальном музее республики, также это Тувинский институт гуманитарных исследований и на историческом факультете Тувинского государственного университета. Также планируется проведение пленарного заседания в Тувинском государственном университете, где соберутся практически все ведущие ученые-этнографы Тувы и России. Конференция ежегодная и каждый раз в новом городе. В прошлом году она состоялась в Иркутске. Смена площадки необходима для того, чтобы география исследований была шире. А молодые исследователи сразу взращивались как профессиональные археологи и этнографы. Представляя не только свой доклад, мы заслушиваем доклады своих коллег молодых, тем самым подчеркиваем какой-то опыт. Сами же учимся представлять свои научные доклады, разбирать свои ошибки какие-то допущенные, тем самым набираем определенный опыт. Конференция позволяет молодым исследователям не только обменяться своим опытом, но и иметь возможность ознакомиться с историей соседних регионов. Ценность изучения археологии, она непрехотящая, потому что для всех народов, у которых нет письменности, археология единственный источник знания о древней истории. Этнография позволяет изучать недавнее прошлое народов и также позволяет реконструировать историю народов. Информация, которая содержится в письменных исторических источниках, неполноценная, поэтому она значительно пополняется свежими данными археологов. Сотрудники Национального архива Республики в Центре Тувинской культуры представили интернет-портал «Культурное наследие Тувы». Проект реализован при помощи гранта главы региона. О просветительском проекте, о выдающихся деятелях Тувы и исторически значимых событиях далее в сюжете. Проект «Культурное наследие Тувы» создан в 2019 году по инициативе Минкультуры Тувы. Здесь шесть разделов – культура, искусство, персоналия, тувиноведения и 27 подразделов. В них хранится большой объем информации, который требует расширения проекта. В Министерстве культуры Республики Тува были выделены финансовые средства на количество 200 тысяч рублей на покупку сервера, накопителя и на техническое обеспечение начала этого проекта. В течение двух лет в пилотном проекте от всех подведомственных учреждений Республики Тува были начаты собирания информации о значимых культурного наследия Республики Тува. В этом году, который объявлен Годом культурного наследия народов России, символичный проект «Культурное наследие Тувы» выиграл грант главы региона. Мы выиграли средства в размере 470 тысяч рублей, которые будут направлены на модернизацию портала «Культурное наследие Тувы». Мы планируем обновить наш сайт, чтобы он стал более удобным, чтобы он имел больше функциональных возможностей для заполнителей данного сайта. Историко-культурное наследие народов Тувы в интернет-портале предназначено для школьников и студентов, людей с ограниченными возможностями здоровья и всем, кто интересуется историей и культурным наследием Республики. Первый этап – это мы запустили сайт. Этот сайт в течение трех лет аккумулировал себе материалы. И сейчас мы приходим к тому моменту, когда нужно оптимизировать эту систему. И мы начали разрабатывать именно под эту потребность новую систему, которая с учетом эксплуатации старой системы будет более современной. Организаторы проекта «Культурное наследие Тувы» осенью следующего года представят миру всю палитру тувинского наследия уже на новой платформе. Жители Тувы приглашают присоединиться к экологической акции «Доберись на работу без авто» в рамках Всемирного дня без автомобиля. Акция на работу без авто состоится 22 сентября. В ней может участвовать любой желающий. Надо просто отказаться от автомобиля, чтобы добраться до работы. Можно, например, пройтись пешком, проехать на велосипеде, воспользоваться общественным транспортом. Выхлопные газы автомобилей наносят вред окружающей среде. Каждый участвующий в данной акции поможет экологии. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Чинчика Шпукол. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова